В Усинске учащиеся школы обсудили роль молодежных движений в современной России. Встреча в формате беседа-диалог прошла на базе Центра Патриот. Он расположен в городской школе номер 5. Игорь Ильченко подробнее. За одним столом ученики пяти усинских школ и эксперты, депутаты городского совета, сотрудники различных молодежных организаций. Гости объясняют, молодежных движений и субкультур сегодня великое множество, но далеко не все они несут позитив и приносят пользу юным сердцам. Именно поэтому подобные беседы нужно устраивать как можно чаще. Рисуя свои права на развитие, на культуру, на досуг, вы, ребята, прежде всего, вот наши, то чисто такой материнский, чтобы не попали в беду. Потому что вот находясь в нашем маленьком таком городе, да, ну здесь совершенно другие условия. И когда вы выйдете в большие города, конечно, очень много будет нового. И не все это новое, хорошее. Что представляют из себя молодежные движения, как элемент гражданского общества, какую функцию несут субкультуры и какие молодежные движения вы знаете? Это были ключевые вопросы к усинским школьникам, которые, кстати, не терялись и живо участвовали в беседе. Эксперты отмечают, несмотря на свой возраст, дети понимают, через субкультурные формы для определенной части молодежи лежит путь к освоению социальности. Субкультура помогает развиться в разных сферах деятельности. Это интересно, это приносит благо остальным людям, и ты развиваешься сам. Самым активным в конце встречи вручили небольшие подарки. Новым форматом общения с экспертами школьники остались довольны. И отметили, на следующую беседу придут снова и, возможно, уже со своими друзьями. Егор Ильченко, Наталья Топорова, Алексей Серов, телеканал Юрген, Усинск.